Всем привет! Привет, друзья! Рада всех видеть! Давно с вами не общались. Привет-привет! Приветствую! Давайте сейчас чуть-чуть подождем, пока народ присоединится. Думаю, сегодня у нас будет немного, потому что все-таки рабочий день. И я особо не распространялась о том, что сегодня будет эфир, кроме каких-то своих аккаунтов. Но могу рассказать, почему, собственно, мы решили его провести. Дело в том, что у нас идет очередной марафон Астроигра. Астроигра — это бесплатная школа астрологии, которую создало сообщество «Одиннадцатый дом», в частности, я его организатор. И мы каждый месяц проводим бесплатные марафоны, эфиры разных спикеров, замечательных, прекрасных астрологов из разных абсолютно школ. И с разными знаниями они делятся на какую-то одну тему своими наработками. Ну и не только своими, и какими-то общеизвестными в том числе. Для начинающих в основном это школа. То есть тут не рассказывается что-то суперсложное. Мы стараемся давать задания для тех, кто еще... Ну, как найти какую-то планету в карте, чтобы человек, который не занимается астрологией, тоже смог понять, о чем будет речь. Да, привет. Так что сегодня тоже такой эфир абсолютно для начинающих. Да, то есть в основном те, кто уже продвинут все, что я буду рассказывать, скорее всего, знают. Ну, либо, может быть, найду для себя что-то новое, потому что я всегда стараюсь выковырять из темы какую-то нестандартную информацию за счет многолетних наблюдений. И мне есть чем с вами поделиться. Много времени я вас сегодня не займу. Тема достаточно динамичная, короткая. Так что максимум пройдет часочек, я думаю. Сегодня мы с вами ненадолго встретились. Вот. Привет, привет. Буду очень признательна, если вы напишите тему, и мы закрепим ее в комментариях, потому что я ее написать не могу. Тема такая. Марс в знаках зодиака. Марс в знаках зодиака и домах и мотивация для действия. Марс в знаках зодиака и домах... Господи. Марс в знаках зодиака и домах, точка. мотивация для действия, точка, запись будет, вот, ну, или можете сами сформулировать, как эту тему можно правильно писать, и я с радостью вам сообщу, большое спасибо, очень приятно, значит, нет, ни на какие личные вопросы я сегодня не отвечаю, так что кто пришел в эфир в надежде их позадавать, сегодня эфир не об этом, сегодня я рассказываю про мотивацию по вашему Марсу, чтобы посмотреть, как расположен Марс у натальной карты, нужно построить свой гороскоп в сотис, черточку online.ru, и нажать просто, да, на значок Марса, и программа выдаст вам его положение в знаке доме, именно сегодня нам это и пригодится, конечно, в нормальных, как бы, ну, в школе, на курсах мы проходим не просто Марс в знаке доме, там очень важна вся окружающая его среда в контексте аспектов, взаимодействия с другими планетами, и, конечно, не только Марс отвечает за мотивацию на действия, но и управитель первого дома играет роль, но в рамках данного эфира и школы для начинающих я рассказываю более краткую, динамичную версию, благодаря которой, если вам понравится, можете потом пойти к нам уже учиться более серьезно. Да, спасибо большое, Анна, очень помогло, значит, и, следовательно, сегодня мы с вами будем говорить про Марс. Значит, о чем, да, и вот, собственно, личные вопросы на тему, а если у меня Марс там-то в соединении с Лилит, в взаимной рецепции с Селены или какая-нибудь еще такая, друзья, я не отвечаю сегодня на личные вопросы, отвечу только в конце эфира, да, то есть я закончу, я расскажу вам то, что я знаю про знаки, про Марс в каждом знаке, про Марс в каждом доме, и, причем, мы будем это делать динамично, то есть я буду говорить Марс в Овне, и в первом доме одинаково практически будет, ну, с небольшой разницей, но эту разницу я буду рассказывать уже непосредственно на уроках в школе, а здесь я рассказываю такую более обобщенную информацию, которая тоже может быть полезна, если вы, ну, как бы попробуете эти рекомендации иметь и воспользоваться. Буду признать вас за обратную связь, конечно же, и за ваши примеры. Сегодня чат нам нужен для того, чтобы вы писали свои примеры, то есть насколько похоже, не похоже по знакомым, по вам, да, и если у вас не так, значит, другие показатели более важные, перебивают эту информацию и вполне может не соответствовать тому, что я рассказываю. Но я рассказываю базу, да, от которой можно отталкиваться, а дальше уже перепрошивать ее более серьезными показателями. Да, привет, привет. И также хочу вам сказать, что буду идти парами, буду идти парами, да, значит, Марс, например, в Овне, буду говорить, в первом доме, Марс в восьмом доме, в Скорпионе, потому что это Марс, который находится под управлением одних и тех же планет, под покровительством, да, и поэтому будет динамичнее и быстрее рассказать про них. У них очень много общего, то есть это кажется только на первый взгляд, что они разные, они действительно в чем-то отличаются, но в таких мелочах, которые здесь нам не сильно потребуются. Поэтому будем идти парами. Вот, и давайте приступим. Значит, начнем с того, что, ну, многих, как всегда, волнуют такие совершенно несущественные, на самом деле, вещи, как включенный знак или троградность или прочая ерунда, и мешает ли это или не мешает. Я вам скажу так, никак не мешает в той теме, о которой я вам буду рассказывать сегодня. Включенная планета, у нее один простой принцип. Чтобы она заработала, нужно начать действовать и развивать те сферы дома, в знаке которого Марс включен. Например, Марс включен в седьмом доме, то есть он находится в знаке, который полностью зашел в седьмой дом, да, но не в знаке Куспида, не в знаке вершины этого дома. Соответственно, мы говорим что? Что для того, чтобы у вас заработал Марс, чтобы появилась мотивация на действия, чтобы захотелось что-то делать, осуществлять свои желания, идти им навстречу, для этого нужно начать встречаться с кем-то, да, завести отношения, какие именно отношения покажет знак Марса и так далее. То есть, по сути, это просто, ну, фактически это то же самое, что я буду рассказывать про Марс в домах, и мало чем отличается. Просто действие Марса будет чуть более заторможено, то есть начнется оно постфактум, прежде чем в начале осуществления этой сферы должно произойти, а потом уже он заработает. Вот, и, соответственно, также очень важно насчет ретроградности, ничего особенного я вам не скажу, я не сторонник темы. Многие считают, что ретроградность как-то планету тормозит, мешает ей действовать, это все отговорки, ну, типа, отмазки, почему бы не делать, почему бы придумать, что моя планета тупит, а на самом деле это не планета тупит, а я почему-то туплю. Вот, но на самом деле дело в том, что вы заметите, что очень много известных людей с ретроградными планетами, с тем же Марсом, которые добились невероятных вершин. В том же спорте есть с Марсом ретроградным тот же Майкл Джордан, который прекрасно все делает, и его не надо подгонять под задницу, он никуда там не тормозит никогда. Когда Марс ретроградный отличается от всех остальных очень выгодно тем, что он как бы выходит из сложных положений необычным путем, никто не ожидает, как он себя поведет. То есть реально вы думаете, что он будет вести себя так, 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 и сам человек тоже думает, что он будет вести какую-то определенную линию в своем поведении, но приходит какой-то момент, и резко вообще никто не ожидал, и он тоже от себя не ожидал, у него получается совершенно иначе, чем он предполагал. То есть это такой неожиданный Марс, у которого есть как бы запасной выход, запасной путь, отклонение, путь отклонения от пути Солнца, на самом деле, физически это ретроградность означает. Поэтому он как бы не следует стандартам. Он следует... не следует стандартам даже в... когда ты описываешь Марс такой в знаке, он больше будет как-то противоречить даже немного этому описанию, потому что он будет действовать не похоже на других очень часто и так далее. Нет, не стационарность здесь ничего... никак. Стационарность только усилит его принципы в карте, еще больше да придаст им силы, потому что это самый сок, то, что он там разворачивается в одну или в другую сторону, конкретно в рамках нашей темы, никак не изменит его интерпретацию. Вот, поэтому, пожалуйста, про включенные знаки, про ретроградность, я надеюсь, все понятно, и мы больше не будем на это отвлекаться. И нет, еще раз я повторила про стационарность, да, что еще сильнее этот Марс, он более ядовитый, более открыт, более энергий, энерго-сконцентрированный и будет еще сильнее работать. То, что если вы поживете на стационарном Марсе хотя бы пару дней, да, когда он на небе стационарный, вы увидите, как куча тысячи событий, связанных с Марсом, начнут происходить по всему миру, потому что концентрация планеты именно в тот момент, когда она стоит, ее энергии. Так что да, вот именно, спасибо, Ксения, за пример. Ну а теперь поехали. Марс в Овне, Марс в Скорпионе, Марс в Первом доме или Марс в Восьмом доме? Вообще, о чем я совсем забыла, рассказываю вам, какой смысл сейчас вот рассказывать об их положении. У нас марафон посвящен теме желаний и исполнения мечт, да, но так как про мечты я вам уже рассказывала до Нового года, про Нептун, мне не оставалось ничего, кроме как взять тему, допустим, какую-то новую и другую. Вот, и дело в том, что помимо того, что мечтать, визуализировать, желать и верить в то, что это с вами случится, желательно еще и делать какие-то шаги навстречу тому, что вы пожелали, да. И мы говорили, когда я рассказывала про Нептун в предыдущем эфире, это можно посмотреть на YouTube-канале «Школа астрологии, 11-й дом», и запись этого вебинара будет там же. Вот, и совершенно точно речь идет о том, что нужна мотивация, чтобы идти навстречу даже самому себе. Очень часто мы хотим чего-то, да, но попу поднять нету причин, да, и кажется, что для себя делать, да нафига. Да, ну, типа, это же, ну, какой смысл? Очень часто человек себя не любит, не ценит, и для себя стараться будет в последнюю очередь. Ему нужны какие-то персоны, какие-то события, ситуации, которые создадут для него вот этот эффект поджопника, да, который, возможно, заставит, я бы даже сказала, не возникнет именно желания, а заставит действовать. Вот, и что можно сказать? Да, Марс, Скорпиония и Марс вовне очень похожи. У них одинаковые диспозиторы, они же сами, Марс и Плутон, и поэтому можно рассказать про них, про то же, значит, Марс в первом и Марс в восьмом сюда также относятся. Ну, начнем с того, что есть такое поверье, что эти Марсы единоличники и должны действовать исключительно самостоятельно, самодостаточно и исключительно ради себя, то есть мотивировать их должна желание вот для себя стараться, да, или что-то в этом духе. По факту на практике встречается немного иное. Дело в том, что эти Марс в Скорпионе и Марс вовне, они в обители находятся, как и Марс в первом, так и в восьмом. Обители есть одно интересное свойство, о котором не напишут ни в одном учебнике, это мои наблюдения многолетние. Планета в обители начинает действовать активно и с удовольствием тогда, когда попадает в среду единомышленников, когда она оказывается среди тех, кто тоже готов и хочет делать что-то подобное, что соответствует этой планете. И желательно не просто делает это, но и поддерживает эту планету. То есть, когда я попадаю с Марсом вовне в среду каких-нибудь спортсменов, да, я не захочу действовать, потому что я буду комплексовать на тему того, что они лучше меня, да, и меня это будет наоборот ставить для меня преграду, даже что-то начинать делать, это комплекс. Но если я попаду в компанию людей, занимающихся спортом, не сильно прям суперпрофессиональных спортсменов, а где-то на уровне со мной, когда я решила вдруг начать там в новом году, да, построить себе классное тело, если я попаду вот в компанию точно таких же начинающих, и они еще вот такие, знаете, дружелюбные будут, поддерживающие, как вот прям, обычно таких Марсов вовне и в Скорпионе все хотят, радостно встречают, да, когда они начинают осуществлять какие-то мотивы, планеты в обители, то среда такая, да, давай, мы все верим, вперед, вот тебе еще обстоятельства, вот тебе еще возможности, вот тебе абонемент в спортзал, вот тебе друг, который будет с тобой ходить, вот тебе там то и все. И в принципе, то есть человек вот при таких условиях не просто команда тех, кто лучше его, а скорее команда тех, кто чуть-чуть даже хуже, и вот тогда ему интересно. То есть вместе одному ему скучновато делать. Как можно создать эту команду, так скажем, ну для действий, для осуществления любых желаний, я не говорю только о спорте. Речь идет, например, вы хотите открыть компанию, бизнес. И такой Марс, он лучше тоже работает в партнерстве или в команде, в компании, да, то есть он не в одиночку тащит. И чтобы, ну вот вы хотите этого, начните подбивать, подбивать знакомых людей, да, там и так далее. То есть, допустим, мама, папа, там не знаю, кого вы считаете своими близкими, тут можно совместить, допустим, с домом Марса, да, если Марс в скорпионе вовне, а если мы говорим про первый, Марс в первом, в восьмом можно со знаком персон совместить, то есть Марс в первом, во льве, ну можно детей подбить там на помощь какую-то, да, или там своих любимых, или поклонников. Вот, и суть такая, что вы начинаете подбивать любых окружающих знакомых для того, чтобы они захотели начать это делать вместе с вами. Вот, и когда вы их подобьете, причем даже они, скорее всего, пойдут вперед, а вы останетесь чуть позади и будете вот как подстрекатели вначале немножечко командовать, типа, да, давайте, чуваки, я вас верю. Ну и потом, постепенно увидев, что они действуют, вы захотите тоже действовать и стать для них примером. Я знаю очень много таких Марсов вовне и скорпионе, которые организовали свою команду, подбили других вместе вначале, когда вот все начинают что-то делать, ну, например, даже мой папа, у него Марс вовне, и он всех постоянно подбивает заниматься спортом, заниматься спортом, пойдемте, пойдемте вместе. И когда мы, наконец, с мамой соглашаемся идти с ним вместе купаться в море, допустим, да, плавать до буйков, мы первые зайдем в воду, папа будет стоять на берегу и смотреть, пока мы поплывем, отплывем мы какое-то время, и тогда он тоже увидит, как мы действуем, и пойдет вместе за нами и с нами. Вот, и, соответственно, вот это мотивирует, что ты вроде как кого-то смотивировал, сподвигнул на реализацию, на осуществление, выступил мотиватором, каким-то дирижером для другого человека в осуществлении каких-то, может быть, и своих желаний или чужих, и потом пошел вместе с ним, то есть пошел за ним. Ну, ты как бы в этой истории и вроде как часть команды, и с другой стороны подстрекатель, и с третьей стороны командир, ты и один, и со всеми, и это очень интересно. Вот, таким образом, не надо действовать в одиночку, да, Марс в Ловне или в Скорпионе, это не самая лучшая идея. Нужно подбивать своих товарищей, которые захотят вместе с вами, единомышленниками. Да, так что найдите единомышленников и тех, кто примерно с вами, ну, не лучше вас, а где-то на одном или чуть хуже вас, и начните вместе с ними. Вот, соответственно, что еще может мотивировать? Если говорить о каких-то персонах, которые могли бы вас сподвигнуть на действия, конкретно про Овна, Скорпиона, Первый дом или Восьмой дом, то очень часто это... Марс вообще это наш внутренний товарищ, который занимается подвигами. Это спасатель, это такой герой, который готов на подвиги. Ему нужен повод, чтобы совершать подвиги, в том числе и осуществлять какие-то наши задумки, потому что это тоже каждый раз подвиг. Вот, и, допустим, замечательно такому Марсу делать и действовать, ну, не только в команде единомышленников, но и когда есть какие-то проблемы у нашего партнера, потому что что Овен Первый дом, что Восьмой дом Скорпион... Первый дом здесь меньше всего в этом плане работает, но Восьмой дом Скорпион и Овен, они могут быть замотивированы помогать партнеру. То есть, например, вот партнеру нужно стать здоровее, партнеру нужно стать богаче, партнеру нужно помочь с документами, там еще еще... Ну, обычно финансовая тема очень... И человек начинает у него моторчик работать в плане того, что надо как-то смотивировать партнера на то, чтобы у него получалось, и самому заодно тоже помогать ему заняться этим, да, то есть и свои дела какие-то параллельно осуществлять, чтобы у него тоже получалось... Я стал примером для партнера в этом плане. То есть, потому что Скорпион Восьмой дом и Овен тоже как покровитель его Плутон в том числе, поэтому это деньги чужие, чего другого человека. Партнер может быть не только любовный, но и, конечно, партнер, который в бизнесе. Вот, значит, друзья, пожалуйста, терпение. Мы только начали, мы прошли только первый Марс. Вот, еще один простой способ для Марса, если вы не знаете, как встать и сделать, очень просто заведите себе привычку или как бы реакцию такую, знаете, как... Во-первых, вставайте пораньше, потому что чем раньше вы встаете с Марсом в Овне, в Скорпионе, в Первом, в Восьмом, тем больше у вас энергии может быть, потому что когда все, особенно если у вас вообще в семье, принято, ну, как бы рано вставать, лучше вы тоже как бы вот под этот режим войдите, или в вашей там деревне рано принято вставать. Вот, с первыми петухами у вас будет больше, ну, режим такой, строитесь, да, и у вас, соответственно, энергии будет побольше на то, чтобы делать и больше времени в сутках, чтобы все успевать. Также ваше время года хорошее для того, чтобы начать действовать, это ноябрь, осуществлять свои проекты, это ноябрь, и это март, соответственно, да, это вот эти месяца Овна, Скорпиона. И также день недели, это понедельник, вот, и понедельник для Скорпиона, и для Овна. И, соответственно, вот эти вот дни, вот эти вот месяцы, они наиболее богаты на то, чтобы осуществлять какие-то проекты, которые давно лежали, и у вас не хватало мотивации, вот, так, далее, для тех, у кого что-нибудь виснет, то, возможно, вам стоит перезайти, или у вас с интернета, может быть, какой-нибудь затыкнуть, сейчас у нас все нормально, вот, значит, соответственно, вот, нужна какая-то, да, какой-то повод, и, пожалуй, секс вас, конечно, тоже будет хорошо заряжать, знать на какие-то, на какие-то свершения, да, сексуальная жизнь должна быть хорошо налажена, ну, и, конечно, еще один такой маленький лайфхак, можно, допустим, вот вы сидите, да, вам надо начать писать статью, или вам надо начать раскручивать инстаграм, или вам надо что-то, в общем-то, такое для своего развития и продвижения сделать, что вы пожелали на Новый год, да, нужно себе какой-нибудь, либо красный браслетик какой-нибудь повязать, либо, допустим, придумать себе какой-то громкий звук, в общем, вы себя прям вот сидите, да, и обмусоливаете в мозгах, как это будет, чем больше вы думаете об этом, тем скорее вы это никогда не сделаете, Марс вовне, Марс в Скорпионе, Марс в первом и восьмом, ваша сила в спонтанности решений, когда вы ничего не планируете и не делаете, так скажем, ну, загодя, да, не продумываете, продумываете, вот вы сразу встали и пошли делать, как пришла какая-то мысль, желание, и чтобы вот это вот встать и пойти, придумайте себе какой-то инстинкт собачки Павлова, да, то есть, ну, такую дрессировку для себя, потому что вообще эти Марсы классные дрессировщики, я вам скажу, и они и себя могут дрессировать, вот, и вы можете вот так вот раз себе там и вскочил, да, например, или какой-то там вот этот браслет красный вырасывать, дернули, или там себя ущипнули и вскочили, то есть, это как такая реакция, и уже все, дороги назад нет, делайте шаг вперед, прежде чем вы запланировали, сделайте шаг вперед, не думайте, не планируйте, это в вашем случае противопоказано, есть люди, которым наоборот, нужно, соответственно, планировать, думать, и сейчас мы до них тоже дойдем. Так, ой, прошу прощения, да, Ксения, совершенно верно, я перепутала, не понедельник, вторник ваш день, вторник, ноябрь и март, заговорилась, прошу прощения. Так, значит, ну что ж, надеюсь, что, да, что, значит, если у вас там, допустим, так получилось, что Марс в одном знаке, а дом другой у него и так далее, и как это сочетать, то я вам скажу, что, ну, за дом, дом он, как сказать, он в приоритете за, так скажем, он проще дастся. То есть, если вы будете по дому, как я рассказываю, да, вот у вас Марс в восьмом, но в тельце, если вы начнете делать то, что я рассказала про дом, то у вас, ну, как бы шансов достичь результата быстрее, обычно больше, чем если вы будете делать, пытаться по знаку, да, по тельцу, потому что дом, он всегда дает более такой быстрый результат, пусть и немного номинальный, может быть, но это как вот, если там сравнить, допустим, управитель первого в экзальтации в девятом доме или управитель первого в экзальтации в знаке, но вот будет в стрельце, это будет аналогично тому, что преподаватель по дому не имеет диплома, но он очень популярный преподаватель и быстро обрел авторитет, это по дому экзальтация, а если он экзальтирует по стрельцу, то быстро авторитет он не обретет, ему придется до хрена чего доказывать, до хрена чего пройти, чтобы люди поверили в то, что он хороший преподаватель, то есть ему придется предоставить много каких-то доказательств, вот, и, ну, если он действительно изменится, трансформируется на глазах людей, тогда, да, действительно, слава и почет, но займет это обычно больше времени, пусть первый номинален в своем авторитете и, по сути, не является преподавателем, но зато он быстрее достигает этого статуса, пусть даже как фальшивка такая небольшая, да, но тем не менее, ну, в нашем мире это работает так сегодня, вот, допустим, тот же Сталлоне с Марсом в восьмом доме в деве, и он, он номинальный герой, как вы понимаете, он не настоящий герой, он не настоящий Марс, он Марс в кино, да, то есть он фальшивый Марс, ну, то есть играет в боевиках этих, понятно, но при этом мы все его обожаем и видим его как Марсом, да, и считаем его просто, там, богом марсианской энергетики, да, потому что вот у него такой, а вот, например, есть другие, там, например, спортсмены с Марсом в Ольве, там, или в Козероге есть, тоже встречаются, ну, не так много, но встречаются, и они там пашут очень много, чтобы их признали, чтобы они там победили на чемпионате, ну, проходят кучу всяких доказательств для себя и для других, чтобы стать кем-то, или забивают вообще на эту идею, потому что слишком долгий путь. По Марсу в Овне и в Скорпионе, как мы сказали, если говорить, допустим, о том, что часто ли они встречаются в спорте, Марс в Скорпионе куда чаще, Марс в восьмом доме в Скорпионе намного чаще встречается в спортивных каких-то состязаниях и прочем, в связи с тем, что он более долгоиграющий, его фиксированная энергетика позволяет ему дольше работать, действовать, его хватает на дольше. А Марс в Овне в первом доме это спринтер, и в профессиональном спорте вы практически их не встретите, они чаще в таких, знаете, перебежках участвуют, типа там на велосипеде прокатиться до работы или побегать вокруг стола. Вот, но в целом это не значит, что вообще не бывает Марсов в Овне там или в первом у профессиональных спортсменов, бывает, конечно, все бывает, но это просто комплекс показателей, а не сам по себе Марс. Марс. Так, едем дальше. Теперь Марс в Тельце, Марс в Весах, Марс в седьмом доме или во втором доме, то есть мы рассматриваем так парами схожими энергиями. Здесь покровитель Венера, здесь покровитель Херон, вдвоем они и там, и там, и значит, что ждет такой Марс и чем он может быть интересен. У такого Марса, значит, энергия включается тогда, запускается тогда как раз в отличие от предыдущего Марса, когда он один такой, когда нет единомышленников, когда все остальные тухлые сосиски, когда, как бы, народ, вот, когда надо спать, он бодрствует, когда надо бодрствовать, он спит. Ну, у него работает это так, что если все вокруг активные, энергичные и его начнут, допустим, как-то подгонять, то, скорее всего, он начнет тормозить, вот, и станет самым тормозным на фоне всех остальных. Если же он окажется так, что все вокруг капуши, неэнергичные, лежа, лежа боки на диване, его это замотивирует на то, чтобы начать что-то предпринимать, какие-то инициативы осуществлять, стать лучшим, первым в этом плане, и всех еще удивить, и еще, конечно же, всех растрясти и напинать. Вот, и здесь, в принципе, такая ситуация, что здесь главное его не трогать. То есть, если вы хотите, чтобы, допустим, у вас ребенок с Марсом в Тельце, или в Весах, или в Седьмом, или во Втором доме, если вы будете его заставлять идти на спорт, или на что-то такое активничать, и сами будете гиперактивной мамой или отцом, он не воспылает энтузиазмом, чтобы присоединиться к вам. Вот, если же вы будете показывать довольно пассивный образ жизни, он, наоборот, захочет показать вам противоположную сторону, и скажет, мама, отдай мне на спорт, и давай со мной вместе заниматься. Ну, он вообще обычно не призывает никого с собой вместе заниматься, он такой, наоборот, говорит, вы все неправильно делаете, ребята, поэтому дайте я сам сделаю. Это такие Марсы, которые самостоятельно как раз делают, да, в отличие от предыдущих, которым нужна какая-то команда. Вот, и ему проще сделать по-своему, переделать, и поэтому подмога и поддержка ему, наоборот, мешает. Так что и такие Марсы, электровеники, когда их близкие, домашние, такие вот лежебоки, никуда не хотят, хотят за компом сидеть и фигней заниматься, они будут веник брать в руки, там все мыть, бегать и говорить, давайте пойдем туда, давайте пойдем сюда. И это залог, в общем-то, не только быту успеха такого Марса, но и по жизни, если вы захотели купить машину, допустим, да, ваш Марс станет лучше работать, если, как бы, скажем так, запланированное на этот год отличается от многих ваших друзей, никто этого не собирается делать за вас, вместе с вами, вы один как бы в поле воин, и вот тогда, возможно, вас это как-то, ну, смотивирует на то, чтобы поскорее заняться этим, чтобы пока у других этого нет, допустим, да, или пока как-то это не получилось у остальных, вы один будете знать, как правильно этого достичь, и вы один будете тогда работать. Например, у меня мама, у нее Марс Висаха, и она в жизни не работала, потому что всегда работал папа, допустим, она всегда была домохозяйкой и особо свой Марс, свою энергетику распространяла на уборку дома, потому что никто никогда не убирался дома, и поэтому ей было интересно убираться дома, она всех постоянно гоняла метлой, если кто-то пытался прийти к ее вот этим вот задачам, да, соответственно, когда папа перестал работать, у мамы резко загорелась добытчик, охотник, и она начала работать, и она теперь одна добычица, там, допустим, в семье, вот, и у нее отлично получается, то есть, ну, не работает это, когда все толпой, там, занимаемся одним и тем же, вот, хотя считается классически, что якобы Марс Висаха должен действовать, там, через, с партнером, партнер мотивирует ради партнера действовать, ради других действовать, но не вместе с ними, это разные вещи, то есть, да, Марс Висах, Марс в Тельце, во втором и седьмом доме отлично мотивируется, когда действительно есть ради кого или для кого это делать, для кого рвать попу, чтобы купить машину, для кого, там, рвать попу идти, повышение какое-то просить у начальника, и так далее, и тому подобное, есть ради кого? Ради любимого человека, потому что Венера, понятное дело, Херон, это партнер, любимый человек, партнер в бизнесе, может быть, но не вместе с ним, то есть, очень четко, если Марс и Вова не нужны вместе, или там, Скорпион, то тут не вместе, нет, наоборот, я хочу вот для тебя, но ты посиди, а я сделаю, ну что-то в этом духе, то есть, тут интересно вот так, и, следовательно, такой Марс вот тогда получает какие-то результаты, но объект, который, ради которого делать, действительно нужен, вот, и так что, не, ради себя мало вообще кто хочет что-то делать, вот, значит, когда Марс во втором доме, в Тельце, он еще за деньги очень, он прям вот, ну и в весах тоже, конечно, денежка тоже очень мотивирует, я могу сказать, что я знаю очень много Марсов во втором доме, которые пальцем не пошевелят, если они не будут знать, что это даст им достаточно финансового результата, то есть, деньги действительно для них играет мотивацию довольно хорошую, и если достойно оплачивается, и им это вот, ну, по их меркам достойно, они тоже будут очень стараться, это будут одни из самых старательных, если вы им дадите то, что не делает никто другой, ага, вот так вот, все состоит, думаю, что лучше сделаю, рвусь, реально рубашку на себе ради партнера, даже если меня мотивирует, давай вместе, я отказываюсь, да, так что вот, поэтому, в общем-то, либо партнер, либо денежка, и желательно, чтобы обязанности были только ваши, и задачи были только ваши, пусть это будет ради кого-то, но самостоятельно, в одиночку, по-своему, как вы считаете нужным, и пусть другие, не давайте другим лезть в ваше дело, ведите его, эту линию сами, вот, мы говорим и по дому, и по знаку это справедливо, причем по дому даже, как бы, более так, ну, скажем, актуально, еще можно сказать, что Марс в Тельце, Марс в Весах, Марс во втором и в седьмом доме, также замотивирован делать иногда, если, это вообще очень хороший сотрудник, я вам скажу, вот, если бы я хотела взять кого-то на работу, и только ему отдать какие-то обязанности, я бы взяла такой Марс, потому что он мотивирует, замотивирован, вот у меня, например, последний замечательный член команды, который попал в одиннадцатый дом, у него Марс во втором доме, и первое, что он сказал, смотри, в Яндексе, короче, нигде, он вообще маркетолог, нету достойного конкурента, чтобы занять нишу, то есть нету конкурентов, вот это очень мотивирует, когда нету других таких, да, и я готов вот за это прям бороться, за это место в топе, потому что таких, как одиннадцатый дом, типа, нету, чтобы там в Яндексе занимать первую строчку, нормальных там, ребят, не нашлось, вот, а мы бы заняли, и было бы круто, вот это их, понимаете, мотивирует, когда нету реально конкурентов, ни в чем, и тогда все отлично, вот, не потому что, я не знаю, делали тут в сравнении, не в свою пользу, может быть, там, или еще в чем-то, я думаю, что да, они считают, что могут сделать лучше, чем кто-либо другой, делают всегда сами поэтому, никому не доверяя обычное, если кто-то начинает уже за них делать, им неинтересно, они просто оставляют этот пост, но если говорить о конкретном деле, вот, ну, если их одних взять, это будет прям лучший работник, и, скорее всего, прям выразить его достаточно быстрым результатом, и свои дела тоже для себя он работает точно так же осуществляет. Знаю одну девочку с Марсом в Тельце, в седьмом доме, она просто, ну, обожает ради клиентов, знаете, она готова порвать задницу, и ради клиентов она там, не знаю, на Северный полюс слетает, ее обожают на работе, но вот как только ее отдел взяли девочку, типа, в помощь ей, потому что действительно у нее стало очень много клиентов, ну, такой человек, да, она просто резко снизилась в эффективности, как раз как только у нее появился помощник, когда у нее появлялось больше клиентов, она росла, то есть делала еще лучше, но когда появился помощник, все, как отключили, то есть, понимаете, тут прикол такой, что вот довольно забавно, это принцип изгнания. Также второй, седьмой дом не любят делать стандартно, да, второй, седьмой, ну, Телец и Весы тоже не любят делать стандартно, да. Стандартно это значит по какому-то шаблону, им надо свой путь выработать, и это еще одна причина, почему не работает с ними вот эта поддержка кого-то, да, то есть своим путем, своим способом, своими какими-то сроками, которые они считают нужными, и они всегда знают, как лучше, чем все остальные, и поверьте, будьте благодарны такому Марсу, что он еще появился в вашей жизни, потому что он знает так, как не знаете вы. Спасибо большое, вот, и, соответственно, надо предоставить ему свободу действий, и тогда мотивация повысится, и желание повысится что-то делать и для себя, и для других. Ну, в принципе, вот так, если какие-то такие мелкие бытовые лайфхаки, ну, в принципе, тут особо все просто, это, конечно, хорошо покушать, хорошо такие, ну, повседневные, да, быть сытым, быть, чувствовать себя любимым, что у вас есть там муж или ребенок, который любит вас, он вас ценит за то, что вы такой один, или начальник, который очень ценит вас, и говорит вам почаще о том, что какой-то комплимент, да, что вы только один так можете, да, и, соответственно, следовательно, вам необходимо, вот, если у вас у ребенка такой Марс, обязательно хвалите, говорите, ты только один знаешь, как нужно, я тебе доверяю, ты справишься, то есть давайте вот эту свободу и не делайте с ним вместе или за ним. И тогда покажет хорошие результаты, ну, и пусть перед действием любым хорошенько выспитесь, хорошенько покушайте, и будьте, как бы, вот, гедонизм, он должен тоже присутствовать в вашей жизни, чтобы у вас хватало энергии на какие-то действия, покупки должны быть, то есть, ну, удовольствие, шопинг там, ну, особенно у женщин, да, чтобы привести себя в порядок, и энергия появилась. Вот, ну, что ж, теперь мы с вами переходим непосредственно к Марсу в этом, как он называется, в... да, кстати, кушать и ходить по магазинам тоже желательно в одиночку. Значит, все поели, вы потом поешьте, например, что-нибудь такое. Значит, что касается Марса в Близнецах, в Деве, в Третьем и в Шестом Доме. Мы переходим к этим Марсам. Не переживайте, друзья, я дам вам возможность задать вопросы в конце эфира, да, и вы сможете все, что вас волнует, как бы спросить, я постараюсь ответить. Ну, не факт, что на все, но на какие-то основные вещи, которые не прозвучали, допустим. Так, Марс в Близнецах, в Деве, в Третьем или в Шестом Доме достоинств особых не имеет, поэтому здесь довольно прямая трактовка, она не сильно будет как-то вырываться из стандартных классических показателей. Могу сказать, такой Марс очень сильно мотивирует, ради кого он начнет что-то делать, ради чего. Ну, на моей практике это чаще всего родственники. Вот как ни странно, помочь брату-сестре, помочь тете-дяде, двоюродным там своим, это вот есть такая фишка, типа родственники, вот им не очень хорошо, надо для них сыграть определенную роль спасителя. Вот, и, ну, это не факт, что это ваши какие-то, не все родственники. Если это какой-то алкоголик-наркоман, которого вы терпеть не можете, понятное дело нет. Речь идет о тех родственниках, которых вы действительно любите, и вам бы хотелось им что-то, ну, если они попросят помощи. Вам очень страшно, вы, скорее всего, не сможете отказать. У меня, например, Марс в Третьем Доме, я могу сказать, что если бы ко мне обратилась там сестра или что-то, я знаю, мне не хочется, чтобы она это, допустим, делала, потому что я знаю, что я точно не смогу отказать, и стопудово не смогу. Но если и так же эти люди, вот, они могут мотивировать на что-то вместе что-то делать, да, то есть пнуть куда-то. Ну, например, моя подружка с Марсом в Близнецах, она занялась танцами и начала хорошо зарабатывать, когда ее тетя взяла ее в ансамбль, и, соответственно, она вместе с тетей начала танцевать в этом ансамбле и начала получать деньги и зарабатывать на свои мечты. Вот, ну, это было больше в начале жизни, но в целом это работало. То есть когда вот какие-то такие близкие как бы берут себя в оборот, да, и в основном это именно не мама-папа, а не бабушка-дедушка, а именно вот такие вот посторонние. Кстати, для Марса в Овне и в Скорпионе бабушка-дедушка в основном, вот. Значит, соответственно, с Марсом в Близнецах что еще может? Ради чего? Ради кого? Ну, понятное дело, ради интеллектуального какого-то обогащения, да, саморазвития. Тут не для себя, а скорее для того, чтобы знать больше, да, быть осведомленнее. Такой человек просто, да, если он знает, что получит хорошую информацию, для, ну, которую может использовать в своей работе, то он, в принципе, готов, ну, потратиться на это время. И с помощью этой информации он будет потом помогать другим. Вот. И он не жалеет сил на то, чтобы, допустим, учиться чему-то, да, не жалеет. Он достаточно хорошо обучается, достаточно быстрее многих. Вот. И особенно хорошо, когда он короткими роликами какими-то учится. То есть, например, вот учеба в нашей школе, ему бы, наверное, было менее продуктивно, была бы более полезна какая-то краткие лекции на Ютубе, каких-нибудь вообще таких курсов. Вот они впитывают лучше. И, в принципе, новые знания мотивируют их попробовать это опробовать на практике. То есть, скорее всего, часто я встречаю хороших, успешных астрологов, которых Марс в Близнецах и в Деле довольно часто, потому что они сразу же, как только получили информацию, они начинают ее применять, и, соответственно, это работает на них, да. Им неинтересно, ну, просто учиться. Главное, чтобы запал не пропал. Потому что запал тоже, если учеба слишком растянута, и вы долго-долго-долго все это готовитесь, и что-то там покупаете, какое-то оборудование, вот это вот сложно достать, вы так не начнете. Нет, вот нужно кратко, краткосрочность и сразу же применил. Краткосрочность и сразу же применил. Ну, Марс в соединении с Меркурием не всегда прям так, но в целом тоже желательно. Там знак может тоже своих темы приносить. Вот. Так что старайтесь искать информацию практически, квинтэссенция пользы практической, да, которую сразу же можно пустить в дело. Вот. Либо, если вы учитесь на каком-то длительном обучении, то берите алгоритмы, ну, например, в нашей школе для каждого урока задание – это алгоритмы уже рабочие, да, и вместо того, чтобы смотреть этот урок, лучше потратить побольше времени на то, чтобы этот алгоритм применить. Вот. Соответственно, можно сказать, что… Что еще? Ну, что еще мотивирует таких Марсов? И дополнительно, помимо знания, обогащения знанием и родственников, ну, у меня у мужа тоже Марс в Деве, и он тоже за брата, с братом, ну, ради брата он много делает и старается. Если говорить ученики, ученики хорошо мотивируют. Вот. У меня Марс в третьем доме. Вот. Просто безумно классно мотивирует. Я ради учеников готова горы свернуть, да, то есть для меня это главные люди, ну, благодаря которым я буду что-то новое узнавать. То есть так просто для себя учиться вообще неинтересно. Это люди, ради которых я буду там строчить методички. Соответственно, я ради них, я только ради них, я когда-нибудь сяду и напишу, наконец, эту чертову книгу, потому что с Марсом в третьем мне хочется писать длинные, опять же, какие-то вещи, да, хочется писать что-то покороче, но если вот уже припрет, что это ради авторитета школы и так далее, то я обязательно это сделаю. То есть, грубо говоря, допустим, есть такие… Если у вас есть ученики, возможно, для вас это тоже станет… Особенно, если этим учеником даже является ваш младший брат, допустим, или там… Это тоже уже хороший повод узнать самому сначала, а потом рассказать своему брату, как это нужно делать. Вот у меня муж так узнает много нового про бухгалтерию, например. Вот. Спасибо большое. Уроки долгие. Ну, если вам интересно про обучение узнать, то вы можете написать мне в директ, и я вам все скину. Да. Да, решаться, недолго думая, это любому Марсу помогает, это совершенно точно, но приступать к действию более активно, вот то, что мы перечислили. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, в общем, друзья, вот такая информация. Что еще из повседневного таких лайфхаков можно посоветовать? Надо ли писать план действий, надо ли что-то такое делать? Ну, считается, что с Марсом в деве и с Марсом в шестом доме действительно нужно как-то привести мысли и окружающее пространство в порядок, и тогда действовать. Но тех, кого я знаю, ничего подобного. Наоборот, у них лучше работает, когда они посмотрели какое-то обучающее видео, сразу начали работать, причем, когда они работают и начинают применять это на практике, все летит в разные стороны, ни о каком порядке вообще нет речи. И я могу сказать, что у них свой порядок, который лучше не лезть в этом плане, и не трогать его, и тогда больше желания возвращаться к сделанному или продолжать делать то, что уже начал. Если постоянно наводить какой-то порядок, то это как бы как прерывание действия для них, что ли, и это их, наоборот, желание бросить или начать сначала, или что-то в этом духе. Поэтому лучше продолжать, пусть даже и беспорядки с того места, не тратить время, короче, на то, чтобы этот порядок как-то сильно наводить, быстро раскидать, да. Мысли в голове вам поможет уложить правильно донесенную информацию, то есть это основное, что должно как бы работать. Вот. Для Марса, да, точно, совсем забыла и про Тельца сказать, и про Весы, и про, значит, дни недели для Тельца Весов для первого и, ой, для седьмого и второго дома, это будет пятница. Пятница – самый эффективный день, хотя для всех пятница – это развратница, но для этого Марса в Тельце, в Весах, в седьмом и во втором – это будет она. И также рекомендуется месяцы апрель и, соответственно, октябрь. Для Марса в Близнецах в деве и в третьем, в шестом рекомендуется среда. А, среда и касательно месяцев лучше всего заходят месяцы, когда осуществляется задуманное лучше всего, это сентябрь и это может быть, как он называется, этот, июнь, июнь. Вот. Собственно, вот эти два месяца, это не значит, что в остальные месяцы надо сидеть на попе ровно, ничего не делать и так далее. Нет. Есть еще такое понятие, как индивидуальная прогностика, она может быть намного сильнее, чем эти общие показания, поэтому лучше ориентироваться на нее. Но, ну так, для общей базы, как бы, можно себе в голове держать этот момент. Так что да. Поэтому, да, действуйте, действуйте спонтаннее тоже Марс. А, да, кстати, что еще Марс в Близнецах и в деве совсем забыла мотивировать поездки. Очень хорошо куда-нибудь отправиться, зарядиться новой энергией, познакомиться с новыми людьми, конечно же, и подпитаться от них вот этим вот драйвом, захотеть что-то делать после хорошенького, отличного отпуска, да, понятное дело. И, допустим, также есть такой момент, как, ну опять же, ездить не одному, а с компанией желательно, то есть там должна быть тусовка и все такое. Это, да, мой маленький водолей с вами разговаривает. В общем, давайте теперь продолжим и перейдем на Марс в... Куда там? Рак и Лев, да, Рак и Лев, хозяева у них одни и те же, в нашей школе используется двойное управление, которое ввел Павел Криворучко, безумно уважаемый, замечательный астролог, преподаватель, гениальнейший, рекомендую ознакомиться. Вот, хотя он неизвестен и не любит известность, поэтому о нем мало кто знает. На самом деле вот это двойное управление обвел он, и я могу сказать, что это работает просто идеально, и как мы жили без этого, я не знаю. Вот, если вам это не мило, ну, не используйте, но, может быть, то, что я сейчас вам расскажу, будет интересно. Итак, Марс в Раке, Марс во Льве, Марс в Пятом и Марс в Четвертом Доме. Довольно противоположные позиции Марса, потому что с одной стороны здесь падение, а с другой экзальтация будет, да, потому что, опять же, по двойной системе управления, двойная система управления – это криворучка, двойная система достоинств – это наша школа. То есть это мои наблюдения, опять же, многолетние, но вы можете, опять же, есть видео на канале школы астрологии «Одиннадцатый дом» про эти двойную систему, и можно ознакомиться со всей легендами, со всеми историей, как, почему это стоит использовать, с кучей подтверждений, аргументов, фактов и всего остального. Итак, следовательно, Марс находится в Раке. Давайте вначале по отдельности эти положения рассмотрим, так как у них немножко они противоположны в Раке и в Четвертом Доме. Тут Марс находится в падении, я бы, наверное, даже объединила его тогда в этом случае с Водолеем и с Одиннадцатым Домом, потому что тут Марс также находится под двойной системой достоинств падений. Чем они интересны и чем они похожи в этом плане, и что можно им посоветовать. Вот это падение, оно дает, значит, ну давайте просто про Марс в Раке отдельно, значит. Короче, Четвертый дом. Когда Марс в падении, это спасители, вообще номер один спасатели, Чип и Дейлы. Они мотивируются тем, что надо кого-то, все вокруг слабые, никто не справится, он один герой, который может пойти на какой-то реально риск, даже может быть, да, чем-то даже может быть пожертвовать, но кому-то чем-то помочь. Вот, это главный мотив такого Марса, это помощь, это помощь другим, то есть тут мотивация, особенно, конечно, близким, да, то есть родителям помощь или там слабым женщинам помощь, жене помощь, домашним помощь. Когда им плохо, они не справляются, не могут даже полку повесить самостоятельно или еще что-то сделать. Вот тут просыпается внутренний Сталлоне, который берет там молоток и гвозди, а вы маленькая миниатюрная девушка при этом, но вы прямо вот на какой-то мощи, причем вы можете про себя там говорить, блин, достали уже слабаки какие-то сопляки, сколько можно на мне ездить, но тем не менее вы все равно продолжаете это делать, как будто это вот какой-то внутренний. Вы понимаете, что другим будет слишком тяжело, а вы один тут такой действительно сильный. Вот, и когда вокруг все действительно беспомощны, вот тогда у вас просыпается желание действовать, помочь в первую очередь кому-то. Ну, опять же, ради себя не так интересно что-то начинать. Например, также его может очень сильно мотивировать какая-то, допустим, эмоциональная встряска и даже обида. Ну, есть такой довольно известный астрологический пример, когда один из боксеров, а боксеров с Марсом в Раке огромное количество, потому что они сильные на фоне слабых и на фоне трусов Рака. Когда, например, одного из боксеров практически уже отправили в нокаут, и тут соперник начал говорить какие-то гадости про его семью. В этот момент у него просто взрывается, там, откуда-то силы появляются дикие, и он угандошивает соперника за две минуты из ненависти за то, что тот смел вообще сказать что-то про его семью. То есть вот даже какая-то такая, ну, соответственно, за родных, за близких порву, до этого какого-то желания, опять же, действовать может не быть. Самые успешные мужчины, которые добились очень многого, они делали это ради своих детей и ради своей жены с таким Марсом. Они вожди, такие вожди в семье. И если семья, жена была хитрая, умная, умела, как шея, да, предоставить мужу стать главой, и говорила, милый, я тебе не ровня, то есть я, ну, грубо говоря, ты справишься лучше меня, то есть побыть слабой, да, и хитрой в этом плане, симулировать даже, может быть, немного где-то, мне нужна твоя помощь, повесь полочку там лишний раз, то такой человек, он сделает все, он и для семьи, и для жены, и для мамы, и так далее. Вот, да, четвертый Ирак, совершенно верно. И да, это люди, которые вот, то есть если вы особенно заболеете, то такой Марс вам прибежит на помощь, совершенно он первый, кто будет вас спасать. В принципе, мотивировать его на занятия какими-то, ну, вообще себя мотивировать с таким Марсом на какие-то подвиги в отношении профессии, карьеры, заработка и всего остального, также должна ваша семья. Но по-хорошему, вы должны оказаться не в самом приятном финансовом или каком-то другом положении, понять, что кроме вас, в принципе, некому это делать, и вы, надежда этой замечательной семьи. Вот, да, это про Марс в Ираке. Да, вроде слабая женщина, но ее близких разорвет. Да, короче, если есть кому пахать, если есть кому напрягаться, если есть кому впрягаться за, ну, то есть, грубо говоря, может быть, все там нормально работают, все здоровы, живы, и все прекрасно, такой Марс может очень долго не приступать к каким-то осознанным действиям. Но когда он понимает, что в нем нуждаются его близкие, и что никто, кроме него, вот, ну, не осуществит каких-то реальных достижений, это будет его бензином для того, чтобы добиваться всего, ну, всего ради других, да. Я не говорю, что надо для этого, значит, сделать, покалечить своих близких, сделать их инвалидными или что-то в этом духе, ни в коем случае нет. Но, возможно, придет время. Тут надо сказать, что такому Марсу, наверное, нужно сказать, что придет время, и когда, ну, они, наверное, им придется это делать, вот, в любом случае, потому что те же родители, как бы, становятся только старше, они сильнее, да, и в любом случае вы почувствуете эту их немощность, когда... Ну, и родителям таких детей надо не стесняться, как бы, говорить, что ты у нас сильный, мы в тебя верим, там, понимаешь, мы без тебя не справимся, да, и вот такая вот, как бы, некоторая позиция слабого занимает, чтобы у него была возможность проявить себя как вожак стаи и как деятельный человек. Из бытового, конечно же, что мотивирует такой Марс, ну, понятное дело, как следует высыпаться, как следует кушать тоже, на голодный желудок не начинать ничего делать, да, желательно, место жительства ваше должно импонировать вам полностью, то есть вы должны жить в том месте, которое прямо-таки соответствует вам энергетически, и вы чувствуете себя вот прям заряженным, да. Если место будет отнимать у вас энергию, вы никогда не встанете. И, кстати, Марс в 11-м и Марс в Водолее тоже самое, от места жительства там очень много зависит. И если не будет, особенно если вы живете не в родной стране, а где-то за границей, то выбирать дом, где вы будете жить, квартиру, надо просто чуть ли не с кадилом и священником, потому что очень энергетически чувствует такой Марс какую-то любую препятствие можете придумать в связи с энергетикой, да. Вообще, опять же, держать рядом с собой людей, которые не ваши близкие и которым вы не хотите помогать, но вампиры, которые тащат энергию и отнимают вас энергию, тем постоянно вас юзают, вместо того, чтобы вы тратили это время на достижение ради своих близких, да, допустим, то их надо отсекать из своей жизни, потому что получается, что вы расходуете эту энергию не туда, вот. Следовательно, вот тогда у вас будет, опять же, результат, то есть не надо помогать всем подряд, уберите от себя вот эту лишнюю массу, там, тех же людей. Опять же, закройте свое место жительства от посторонней энергетики, да, то есть это тоже важно, закройте от посторонней энергетики, чтобы никто посторонний не попадал к вам. Вот, и с водолеем и одиннадцатым домом тоже справедливо. Вот, но с водолеем есть некоторые нюансы, и мы до них дойдем. В принципе, пожалуй, про Марс в четвертом браке – это основная информация. Дальше, теперь, какие-то перестановки. Ну, в принципе, то, что вы, да, допустим, по-новому расположите какую-то мебель в квартире или что-то измените, исправите, это неплохо, если вам нужно это для того, чтобы почувствовать какой-то новый прилив сил, это тоже хорошо. Также такой Марс неплохо, если он тоже будет путешествовать периодически, будет жить в новых местах и заряжаться этой новой энергетикой, тоже хорошо. Должен быть дом, своя крепость, куда хочется возвращаться из любого путешествия, и он вас питает энергетически. Так же, как и домашние, с которыми вы живете. То есть, если вы живете с какой-нибудь очень нудной бабушкой, которая все силы отнимает вместо того, чтобы мотивировать на подвиги, то тоже такой вопрос задуматься, что, скорее всего, вам бы съехать и как-то помогать ей издалека. Вот. Значит, ну, что касается, то есть найти свое место силы. Еще, кстати, можно найти место силы просто прогуливаясь, да, вы можете обнаружить какую-то церквушку, в которой вы подзаряжаетесь, просто посидев, да, место силы можно обнаружить в разных интересных местах, для каждого оно свое. Это чистое ощущение. Ну, а теперь Марс во Льве, да, и в пятом доме. Какие-то отголоски могут быть похожи на Марс в Козероге и в десятом доме, потому что и там, и там они в экзальтации. Вот. Значит, карьера, клиенты. Ребята, это вся карта. Это не один Марс, и это так не работает. Вот. Поехали дальше. Значит, что касается Марса, если да, кстати, если вы хотите успехов, вот я сколько видела Марс в четвертом доме и в одиннадцатом доме, если они привлекали к деятельности своих близких, в Раке, в Адалее тоже, вместе с близкими что-то, начинали какой-то бизнес, тогда у них шло легче семейный бизнес делать, нежели действовать, потому что, опять же, ради своих он там старается, он с этим бизнесом. Когда чисто абы как, абы с кем, с какими-то незнакомыми людьми и так далее, то мотивация, чтобы там, опять же, с клиентами быть милым, хорошим, или что-то в этом духе, она тоже сниспадает. И, соответственно, лучше, чтобы кто-то близкий, возможно, с вами, на котором вы доверяете, был. Так, ну что ж, поехали. Марс в Альвея в пятом доме очень похож на Марс в Козероге в десятом доме чем-то. И тут в чем заключается интересное. Значит, экзальтированный Марс – это самый проблемный Марс для того, чтобы заставить его что-то делать. Один из самых проблемных и очень достаточно упрямых, и раздражительных, и, в принципе, такой, который просто вот, ну, наглеет, мягко говоря, наглеет. Вот. И, следовательно, спасибо большое, что помогаете друг другу в комментариях, это очень здорово. Вот. И, соответственно, Марс в Альве в пятом доме, он, как бы, если он сам захочет, остановить его будет невозможно. То есть, если такой Марс что-то решил сделать, все, ему хоть мертвый припарка, он не остановится. Но, чтобы он захотел что-то сделать, очень часто работает обратная мотивация с таким Марсом. Работает мотивация на тему «ты не сможешь, у тебя не получится». Я в тебе, ну, блин, тебе даже не пытайся. У-у-у. Не надо. Не лезь сюда, это плохая идея. Вот. И, вы знаете, с Марсом Козероги та же история. То есть, когда ему, знаете, прямо говорят «не, не надо». То есть, хочется доказать обратное. Это очень бесит. Это страшно раздражает. Это просто бросает в жар, в ярость, в какую-то даже несогласие с твоим мнением просто элементарно. Оно настолько бесит, что этот человек готов, ну, вам сразу голову, например, откусить. А если не откусить голову, то я считаю, что самое эффективное лекарство для такого Марса – перестать злиться. И потому что есть такие Марсы во Льве, в Козероге, в Десятом и в Пятом доме, которые вот на то, что их там как бы демотивируют, они вместо того, чтобы вот эту злобу или какую-то раздражительность куда-то направить, они просто позлятся и все. И как бы выбросят эту идею и скажут, ну вот, ну не получится, я и не полезу. Нет, как раз в момент ярости надо предпринять, ну, сделать над собой усилие определенное, да, усилие доказать оппоненту, что вы правы. Для этого нужно усмирить себя немножечко, да, то есть так раз пять минут до пяти считаем про себя. Потом начинаем искать реальные нормальные аргументы, да, как минимум, вот, как минимум нормальные аргументы, и вы знаете, этот Марс будет самым лучшим доказать, ну, вот посреди там тех, кто будет доказывать, правда это или неправда, этот лучший аргумент он найдет и докажет, и так, что никто так не докажет, вот. И, например, вас, вы столкнулись с какой-то несправедливостью или, допустим, вот, опять же, к вам какое-то отношение такое, недоверие, да, что вы не справитесь. И вот это, вместо того, чтобы ходить злиться, да, беситься и испытывать неприязнь, самое главное и самое правильное, это вот начать написать статью, да, про то, что, допустим, у меня так работает, у меня Марс в Козероне. Если кто-то мне напишет, там, Херон, про Зерпина не работает, помните, была история с Дороганом, да, но он не мне писал, конечно, а всем, вот он написал это, сразу такой, типа, как не работает, и, ну, не просто, этот Марс не будет никогда делать просто, нет, работает, нет, его это так, он, ему так неинтересно, ну, неправильно даже, если он так будет поступать. Он соберет факты, которые докажут, что работает, и он потратит на это достаточно много времени, я тогда потратила много времени, и тогда это будет действительно мотивацией, чтобы хорошо, качественно, правильно сделать что-то. Вот, и поэтому, в общем-то, можно такой Марс, да, немножечко подкалывать, додемотивировать, но, конечно, не прямо так, и надо делать этому Марсу уже над собой после этого усилия, чтобы не просто орать ходить и злиться, а действительно доказать, что ты способен. Может быть, это доказать, что ты способен растянется на достаточно длительное время, не факт, что получится сразу, и, может быть, даже, когда у него получится, он это не свяжет с тем, что однажды его демотивировали, но, ну, я свою историю могу рассказать. У меня Марс в Казероде тоже экзальтирует, соответственно, было так, что мне говорили, мне папа всегда говорил, что я не самостоятельная, не смогу зарабатывать нормально, ну, и все такое, да, там что-то в этом духе, что из меня толка не выйдет. И я именно сейчас я, как бы, можно сказать, помогаю своей семье практически, да, то есть там добычек и все такое, но я никогда это не связывала с теми словами, что мне говорил папа, да, то есть в голове не было, что надо доказать отцу, что я справлюсь. Сознательно этого нет, инстинктивно, где-то, как животное внутри нас, оно, оно продолжает этим мотивироваться и ведет вас к заветной цели, хотя вы, как человек, вы скажете, да нет, это не про меня, я не осознаю, что я кому-то что-то доказывал, но внутри это так, где-то это ведет вас внутри. Вот, и поэтому, в принципе, я вам рекомендую, ну, в общем-то, смотреть на демотивацию, как на повод стать лучше и доказать другим, на что вы способны. Вот, примерно так, скажу, давай, это же просто ведет в отказ, да, когда просто неинтересно, когда результат, когда, еще, знаете, когда пытаются вот сказать, там, тот же Марс во Льве или в Казироге, давай спортом заниматься, давай спортом заниматься, вот как, вот это не особо мотивирует, типа, пошли все вместе спортом заниматься, но он походит пару раз, он такой, да, ну, результата быстрого нет, еще ему очень раздражает, когда сразу не получается, может раздражать, ну, и как бы никакого повода кому-то что-то, но если придет подружка какая-нибудь заклятая и скажет, вот ты жирная стала, ну, или там талия у тебя, конечно, не влезаешь ты никуда, она не говорит тебе, давай спортом заниматься, она так, знаете, похихикивает, типа, ну, и слава богу, что ты жирная, и даже лучше бы, чтобы ты никогда не была худее. И ты такой, так, подруженька, приедешь в следующий раз, я тебе покажу, вот, и ты целый год там упахиваешься в спортзале или там где-то, когда никогда туда бы не пошел, да, просто когда она приедет, чтобы у нее явно глаза на лоб полезли, да, от того, что она так посмела о тебе подумать или что-то в этом духе. Ну, и, соответственно, с годами, да, вы знаете, ну, у меня с годами началась обратная, мне стало лень доказывать, как раз, когда я была, наоборот, помоложе, хотелось больше доказывать, а когда стала постарше, уже как-то пофигу, но на самом деле, вот, чужое мнение, пусть оно вас продолжает задевать, и это повод, чтобы действовать. Вот. Да, ну, что еще можно сказать про Марс в Альве, конкретно про него, про Пятый дом? Конечно, ради детей, да, ради своих близких, ради своих родных, ради того, что если ребенку надо его одевать, обувать, кормить, такой Марс ради ребенка спасет, причем ребенок может его раздражать. Я знаю очень многих Марсов в Альве, которые просто... Ребенок – это главный повод для выражения ярости, но не на ребенка вообще просто. И Марсу такому кажется, что ребенок все силы у него вытягивает. Но если посмотреть на ребенка не как на то, что отнимает кучу времени от любимого занятия или еще от чего-то, а посмотреть на того, ради кого вы будете стараться зарабатывать больше или будете стараться купить желанную машину, то есть, вот тогда, возможно, вы немножко приоритет поменяете в этом отношении. Вот. И, соответственно, Марс в Козероге, ну, мы к нему еще чуть-чуть придем, там немножечко отличается мотив, соответственно, да, но вот это общее, то, что я рассказала, между ними есть. Что Марс в Альве заряжает? Ну, ради любимых еще. Тот, кого любит Марс в Альве, он тоже ради него готов на такие подвиги и поступки, что просто с ума сойти. Вот когда особенно любовь еще на стадии, знаете, такой свиданок, романтики букетно-конфетные, вот этот Марс прям, ух, он готов горы сворачивать. И, возможно, для того, чтобы ему снова-снова подзаряжаться, было бы неплохо влюбляться заново. Но проблема в том, что это уже какое-то бабничество или, ну, это неправильно, да, поэтому, может быть, влюбляться в каких-то киногероев, я не знаю, или, может быть, тоже хорошо, хорошенько отдыхать вообще, отпуск, съездить на аттракционы, там, провести время как маленький ребенок, пожрать сладкую вату, там, сделать, ну, сходить в кино, классно провести время в ресторан. Вот отдыхать, понимаете, уметь отдыхать хорошо по-праздничному, чувство праздника, вот этого внутреннего ребенка удовлетворять, если уж не на свидание бегать, ну, если есть возможность на свидание, можно и на них. Вот, то тогда вы будете, соответственно, в тонусе, так скажем, и энергии будет больше на то, чтобы заряжать окружающих и делать больше. Да, угу, так, ну, тут любовь должна быть, как вы понимаете, искренне к своему близкому, вот, и вот я же сказала, что с Марсом Валье очень часто, я тоже знаю очень много людей, которых, собственно, и дети страшно бесят, вот, и поэтому они ничего не хотят для них делать, но на самом деле все дело в смене приоритетов. Просто надо поменять, немножечко понять, что ребенок это мотиватор, а не тот, кто забирает у вас силы и время, потому что очень часто, и Марсы в Раке тоже очень часто жалуются, что вот, препятствием для меня являются как раз мои, те, кто отнимают у меня силы, являются эти вот близкие мои, да, потому что я на них время трачу, а вы рассмотрите их как мотив для того, чтобы помочь им, да, и сделать что-то лучшее, если вы для себя не можете. Вот это повод, чтобы расстараться в плане увеличения дохода, например, того же, да. Так, что касается Льва и, да, и, конечно, Марса во Льве одеться, красиво накраситься, особенно девушке выйти, не то что на свидание, но просто в люди, это тоже очень заряжает и создает такое энергетическое повышение энергетики на действия, хочется больше, когда внимания больше. И еще, кстати, мотивирует Марс во Льве в пятом доме, когда он делает для, на показ, на показ это значит, ну как сказать, то есть показывает другим, что он делает и как он это делает, снимает видео, сторис каких-то своих, вот ему надо пойти в магазин, ему скучно, и он, допустим, может снять какой-то сторис о том, что в его городе там цены такие-то там на что-то, да, как-то себя замотивировать идти в этот магазин. То есть какая-то небольшая показуха вполне допускается и может подзаряжать, то есть тоже как вариант. Так, ну, значит, поэтому можно ради, да, ради показухи что-то такое делать, тоже мотив хороший. Так, едем дальше, и Марс у нас, мы деву с близнецами прошли, в предыдущем весы мы прошли, скорпион прошли, восьмой дом, седьмое, все было, да. Да, рак, давайте небольшая отмотка, то есть в какой день недели, для рака и для льва это всегда воскресенье и понедельник, воскресенье, понедельник, ну для льва можно конкретно воскресенье, для рака можно конкретно понедельник. Вот, для действий, для осуществления. Для рака также прекрасный месяц июль, для льва прекрасный месяц август, но на самом деле для обоих этих знаков подойдут эти летние времена года, когда энергии больше. Вот, и для действий, соответственно, вот так. Так, дальше. Марс в Стрельце и в Рыбах будет похожи в девятом и в двенадцатом доме. Тоже не имеет достоинств здесь, поэтому достаточно так классически по знаку идёт интерпретация. Марс в Стрельце и в Рыбах в двенадцатом и девятом доме. Значит, мотивирует очень часто и хорошо такой Марс люди, которые потерялись, заблудились и нуждаются в какой-то тоже директиве, да, то есть люди, которые находятся в таком аморфном состоянии и не знают, куда идти и что делать. То есть это самое лучшее, часто мы встречаем такой Марс, когда становятся психологами, астрологами и другими людьми, которые в консультации помогают людям выбраться из внутренних поисков смысла, переживаний, блужданий. В общем, когда ёжики все вокруг ёжики в тумане, такие Марсы очень даже рады помочь и рассказать, как на самом деле всё происходит. И такие люди, которые любят всё усложнять, которые любят какие-то путаницы устраивать и сами себе в голову какать, вот Марс этот, он помогает им развязать эти узлы, вот эти запутанности, сказать, чувак, всё намного проще, ну реально, расслабься и давай я тебе покажу, как намного всё проще. И он действительно может вот эти узлы распутать намного быстрее. Поэтому среди астрологов-психологов это такие топовые часто специалисты, которые тоже в почёте у своих клиентов, потому что они быстро помогли, смотивировали их выбраться из какой-то долгой апатии или долгой ностальгии, которая мешала им двигаться дальше. Такой Марс может показать дорогу вперёд, да, то есть они всё время смотрели назад, а он их голову как бы раз и поворачивает вперёд и говорит, смотри, всё будет зашибись и как бы вот. Так что нормальный Марс в рыбах и в стрельце работает как такой мотиватор для заблудших душ. Слабый Марс, то есть я имею в виду, что другие факторы на него, соответственно, повлияли, аспекты или там ядро такое, что там человек, конечно, блуждает, как ёжик в тумане и всё такое ему самому кажется всё слишком сложным. Ну, это просто он не отделился, не отделился от вот этой своей среды, он себя с ней ассоциирует, вместо того, чтобы стать на её фоне индивидуальностью. Но для этого, наверное, ему нужно поучиться, я так думаю, что на самом деле хорошее образование их очень сильно заряжает. Одно, не надо 250 разных учителей проходить, один хороший учитель, который ещё духовно как бы умеет вдохновиться, то есть он ещё психолог хороший учитель, да, то есть он как-то показывает не только сторону техническую, но ещё, вот в отличие от девы-близнецов, им нужна техническая сторона. Для этого нужна стрелец рыбы, что-то такое вот возвышенное. И вот когда он это смотивирует его понимать глубже, глубина нужна в обучении. И вот объём может быть хороший, большой, он тоже будет. Один раз такое обучение пройдёт, в нашей школе, например, как раз, и вполне возможно, что поймёт, что всё просто на самом деле, и можно помочь людям, в принципе, используя такие алгоритмы, которым может научиться каждый, да, и это мотивирует. То есть, опять же, в какой-то степени. Так, ну не все, конечно, так это, но тут зависит. Дальше, зависит от положения, не только в знаке в доме, но и от аспектов, и всё вместе лучше синтезировать. Ну, понятное дело, тут я вас не научу это делать. Так, что ещё? Марс в стрельце или в рыбах, или в девятом, или в двенадцатом доме также мотивируется хорошо какими-то творческими вдохновениями, да, когда есть повод применить своё воображение. Хорошо умеет создавать какой-то творческий образ, да, и, в принципе, в творчестве им тоже нет особо равных. Они часто выбиваются вперёд, одни из лучших в творческих процессах, их тоже можно найти много, вот. Ну, например, тот же Шварценеггер с Марсом в двенадцатом доме. Он создавал образ как раз Марса на телеэкране, то есть он играл такого терминатора. Возможно, вам нужна какая-то маска, чтобы в неё поверить самим, да, что вы супермен, и что-то в этом духе. Можно убедить себя, но пусть это будет небольшая иллюзия, пусть это будет даже какая-то грёза, но тем не менее. Я, кстати, заметила, что очень многие такие Марсы просыпаются, когда они попробуют себя в интересном таком деле, как поиск пропавших людей. Волонтёрский отряд Лиза Алерт можно вступить любому человеку, который давно мечтал с детства стать героем. Вот, и, в принципе, совершенно бесплатно и беспроблемно участвовать в действительно крайне полезном деле и почувствовать себя нужным этому миру. Вот, и вот для такой работы, ну, она как бы не станет, может быть, постоянной или не станет вашим движением, конкретно продвижением волонтёрствия, но она станет поводом для того, чтобы понять, что, оказывается, вы можете приносить пользу, вы, оказывается, способны на подвиги, и вот эта вот игра в героя, она продвинет вас дальше с желанием делать что-то и в других сферах, областях жизни. Вот, поэтому подумайте над этим, вполне возможно попробовать себя и там. Ну, также я встречала немало анестезиологов и всяких в медицине таких Марсов, которые тоже очень успешно реализовывались. Ну, тут, опять же, играет роль, что анестезиолог, понятно, все спят, он, соответственно, колет. Да, согласна, влюблённости, конечно, когда иллюзия какая-то, опять же, создаётся, романтика, романтичность, это очень придаёт сил. И хорошо путешествовать, конечно, опять же, эти Марсы, причём, знаете, я бы не советовала путешествовать в какой-то такой all-inclusive, банальный или что-то в этом, просто лежать на пляже. Нет, лучше всего путешествовать с целью пройти какой-нибудь йога-тур, программу какую-нибудь одухотворяющую, там, какой-нибудь там ритуал шаманский, пройти по каким-нибудь походам лесам и вернуться новым человеком, который теперь уложился в голове и знает, как нужно действовать, у него сложился определённый план. Ну, алкоголь точно на низшем уровне мотивирует, да, так себе история. Вот, поэтому вот такой, знаете, можно, даже если у вас нет денег на какие-то далёкие путешествия, поехать там на тот же Алтай с друзьями можно очень экономно и на машине, да, и пройти там реально, ну, познакомиться с местным населением, что-то понять, какие-то глубокие смыслы, корни, исторические места посетить. Это всё вот тоже питает и, как бы, начинает генерировать определённую энергию для этих людей. В команде или в одиночку, ну, зачастую я вижу их в команде, зачастую они не одни, то есть им всё-таки нужна какая-то взаимодействие, да, с кем-то. Вот, ну, с конфиденциальной информацией работать, да, тоже мотивирует, интересно всякие секреты раскрывать, тайны раскрывать, нравится копаться во всяких таких закоулках души и искать ответы. Да, вот, ну, соответственно, можно, конечно, порекомендовать там типа мантры начитывать, аффирмации, если вам это помогает, почему нет, благовония зажигать и в медитациях посидеть. Но, честно говоря, чаще это именно вот какое-то всё-таки более активное, энергичное действие. Так, запретное, ну, не знаю, что можно назвать запретным, типа сигареты, алкоголь, ну, наверное, наверное, да. Да, ну, к сожалению, среди мужчин такие Марсы и вообще даже среди девушек таких Марсов я встречала, которые, да, действительно хамоватые со своими близкими, с теми, кого они считают посторонними, чужими, они могут быть очень вежливыми и очень прям раскланиваться и всё такое. Но как только они оказываются со своими близкими или тех, кого считают достаточно хорошо знакомыми, то там просыпается прям какое-то дикое хамло, да, которое вообще не чувствует иногда границ. Ну, иногда это всё в шутку и типа понимается, а иногда это прям реально запредельно, причём чем моложе, тем обычно сильнее, и у мужчин точно так же. То есть со всеми посторонними он такой джентльмен, а со своими близкими он прям жуткий хам. Ну, с чем это связано? У Марса в рыбах, Марса в стрельце, в девятом, в двенадцатом, честно говоря, сложно понять, почему такое отношение. Но я думаю, что дело в том, что Марс стремится помогать тем, кто сигнифицируется его знаком. Соответственно, для людей, которые далеко, которые, вот знаете, романтика с ним какая-то связана, что он далеко, недоступен, или что он бедный, или что он несчастный, но он чужой какой-то, неродной, вот ему надо помогать. Вот с ним надо быть хорошим, и для него надо стараться. А тот, который рядом, близко, понятный, знакомый, там с ним, ему не хочется помогать, не хочется ничего делать ради него и для него. Поэтому можно сказать, что таких Марсов мотивирует недоступность, расстояние, и люди, которые в беде, но желательно не близкие, а какие-нибудь такие вот прям для каких-то таких прям посторонних, попавших в сырье. Вот поэтому Лиза Алерт, да, в беду для них это повод, чтобы начать генерировать энергию. Вот. Ну, по крайней мере, мужчины точно, женщины тоже такими не встречались. Да, в принципе, помощь таким, ну, как бы далеким каким-то принципам, людям, неблизким. Вот. Так, ради кого, если отвечать на вопрос? Ну, если говорить из банального, то мы можем сказать, что Марс в стрельце и в рыбах может творить руками Господа, и Вера, возможно, ему бы пригодилась. Но, честно говоря, прям каких-то набожных таких Марсов, которые мотивировались Верой, я особо не встречала. То есть сказать, что там даже тот же Гауди, хотя я не помню, у него может быть Марс в 12-м, но, по-моему, в первом. Надо смотреть. Так. Ладно. Теперь мы с вами переходим непосредственно к Марсу в Козероге и в Водолее. Но они, опять же, как рак и лев, симметрично напротив них имеют разные достоинства. Поэтому поговорим мы про них отдельно. Если взаимная рецепция, и вы понимаете, что это такое, тогда читайте на два знака. Этот Марс в обители даже будет больше как работать. Нет, не только как у Шварценеггера. Конечно, нет. Творческий образ у Марса в стрельце или в рыбах может быть абсолютно любой. Вы можете придумать себе псевдоним и под этим псевдонимом делать добрые дела. Хоть фея крестная, хоть что-то такое. Или, например, творить, заниматься, осуществлять свои задачи в бизнесе. Если вам так проще, то, возможно, это вас мотивирует. Так, вот. Ну, обычно выбирают что-то такое довольно резкое, типа Брюс Ли там какая-нибудь и так далее. Так, ладно. Теперь мы идем вперед. И наш следующий гость программы – это Марс в Козероге и в Десятом доме. Все, что я рассказала про Льва и про Пятый дом справедливо для этого Марса. Марса. Единственное, что нужно здесь добавить, это то, что помимо того, что его мотивирует вот это все, его не мотивирует совершенно иерархия. Потому что если есть какая-то иерархия над ним, значит, есть потолок. Если есть потолок, значит, у него можно упереться и дальше нет смысла вообще развиваться и даже начинать развиваться. Поэтому таким Марсом не рекомендуется работать в иерархии. Ну, точнее, можно в партнерстве работать, в равенстве, можно в команде, можно работать с подчиненными, свою иерархию строить, но не под кем-то. Потому что если есть, ну, кто-то над тобой, значит, есть какие-то границы. Граница такой Марс не мотивирует, наоборот. Поэтому ему границы из него вытаскивают силы. Поэтому ему нужно больше свободы. И, в принципе, Марс во Льве, я бы то же самое сказала, что лучше, как бы, чтобы всегда была какая-то понимание, что ты можешь вырасти больше, чем у тебя есть. И это очень сильно заряжает. Вот. Соответственно, такие Марсы хорошо реализуются, когда они сами себе начальники. Вот. В принципе, я видела их среди исполнительных работников, но тут, наверное, очень сильно играет роль обязательства. Они такие, знаете, ответственные, очень обязательные. И если они чувствуют ответственность по отношению, они очень хорошо дружат с начальником, то есть они с начальником прям стали чуть ли не одной крови, тогда да, тогда такой Марс может еще протерпеть в этой иерархии достаточно длительное время, чтобы не подвести своего, может быть, сказать, дружбана. Вот. Но... Или ради родителя. Там родитель возлагает очень большие, там, ожидания. И, допустим, в детстве, там, устроил вас в свой банк работать. И... Ну, и вы как-то так не можете, да, просто так в раз и свинтить, уйти от этого. И вам стыдно даже, поэтому вы можете тащить эту ситуацию, хотя вам не будет от нее комфортно. Нормальный Марс в экзальтации, в козероге и так далее, он в 10-м доме, он развивается самодостаточно. Вот. И как руководитель лучше всего у него получается, а не как подчиненный. Вот. Строить свою иерархию. Кстати, да, дни и месяцы для стрельца рыб, и я совсем забыла, простите, значит, для стрельца и рыб Марса в стрельце и рыбах в 9-м, 12-м, актуальные дни в неделе будут четверг, а месяц будет, соответственно, март и декабрь. Вот. Да, правильно, правильно, вот вы мне подсказываете с примерами. Прекрасно, да, то есть если с начальником есть прям, вот вы чуть ли не прям, не прям не начальник, а подчиненный, отношение прям к партнеру, да, все, тогда есть у вас ответственность перед этим человеком, желание делать, а когда вы на дистанции, дистанция вас не мотивирует в этом контексте. Вот. Ну, в принципе, ради, там опять же, долг по отношению к родителям, чувство долга по отношению к родителям, оно тоже может как-то играть для вас определенную подтачивающую роль. Хоть это и не самое приятное, и не самое благостное такое чувство экологичное, но тем не менее это действительно для Марса в Козероге может стать движущей силой для того, чтобы продолжать делать то, что даже ему не всегда нравится, но главное, чтобы вы понимали, что там нет потолка. Если вы это делаете и понимаете, что это приведет вас к желаемому, к осуществлению желаемого, тогда пусть это будет мотивацией. Да. Значит, соответственно, вот такая история для Марса в Козероге в 10-м доме, и остальное все, что мы про Льва в 5-м доме сказали, вот прям тоже можно применять смело, просто повторяться не хочется. Вот. Ну, если вы не были на Марсе во Льве в 5-м доме, просто посмотрите в записи, эфир будет на нашем канале Школа Астрологии 11-й дом. Так, Марс в Водолее в 11-м доме. Абсолютно все, что мы сказали про Марса в Раке и в 4-м доме справедливо, плюс добавим сюда еще, ну, про Марс во Льве тоже можно сказать, что там что-то общее есть, но тут есть еще мотивация стать лидером, так скажем, в команде. Такой Марс мотивируется тем, что он, знаете как, ну, если Марс в Козероге мотивируется тем, что я один тут пошел, а во все тунеядцы, вот такое тоже может быть, что типа, ну как, он, если чего-то добился, он всех окружающих начинает считать тунеядцами, а себя единственным заслуживающим отдыха. Ну, предоставьте ему этот отдых, он действительно, наверное, сильно старался, чтобы все-таки доказать всем окружающим, что он чего-то стоит, и уважать его все-таки надо, иначе, ну, в принципе, конечно, если он уже достиг каких-то вершин, то тут, хотя я бы сказала, что все-таки всегда повод для какого-то доказательства другим на что-то способен, все равно будет еще лучше работать, чем просто тихое соглашение с ним. Вот я, знаете, извините, я сейчас к Марсу в Козероге чуть-чуть вернусь, просто есть у меня приятель, который с Марсом в Козероге, вот он, тоже его отец считал, что ничего не добьется там, ну, короче, в итоге он добился и отца перегнал сильно. Сейчас он содержит свою семью, и отец всегда с ним, знаете, был как вожак, и типа все время ты ничего не сможешь. Отец очень сильно отбирал, как бы, одновременно энергию, одновременно с тем заставлял и мотивировал на то, чтобы доказать обратное. И вот в какой-то момент он всего этого добился, и папа, значит, ну, как говорит, спрашивает, говорит ему, слушай, я теперь считаю, что ты мне равен, или там, ну, как бы отказывается от своих прав вожака, раньше он ему там тот слово как-то не так скажет, отец на него, а, там, ну, в общем, как глава семейства вел, а когда сын стал больше зарабатывать, отец сдал позиции, расслабился и такой, типа, нет, все хорошо, и стал ему прощать любое хамство в свой адрес. Это, наоборот, демотивировало сына, то есть его и мотивировало то, что отец продолжает, как бы, с ним, наверное, спорить или соревноваться, или что-то такое, что есть кто-то сильнее, надо его победить, или доказать ему, что я тоже могу, а тут, как бы, все такие раз и ослабили хватку. Но это не работает с Марсом в экзальтации, ему нужны сильные люди, за которыми он даже будет в какой-то степени, ну, не то что тянуться, а, как бы, доказывать им. Если это убрать, то такой Марс, он, как бы, перестаёт, он превращается в Марс в падении, потому что это Марс в раке, мотивируется тем, что никто ничего не может. Для Марса в Козероге это не мотивация, это, наоборот, какое-то, ну, непонятное такое чувство, что, типа, а смысл дальше-то, собственно, продолжать, если я по всех победил, да, и в чём прикол-то теперь. То есть потолок какой-то наступает, тупик, поэтому тут нужен либо человек, который с ним постоянно будет вот его это, знаете, как бесить, что ли, бесить тем, что он может его догнать или не догоняет, тот будет говорить ему, там, типа, а, у тебя ничего не случилось, а я вот тебя уже обгоняю, и тот будет не сдаваться, а будет говорить, я тебе ещё покажу, ну, и так далее. Ему очень важно иметь таких людей рядом, которые будут, как бы, пытаться наступить ему на пятки, и пусть его это очень сильно при этом напрягает, это одновременно неприятное чувство, но в то же время именно оно и мотивирует. Вот такой интересный момент. Да. Так, если у вас противоречивые достоинства, то есть Марс в Раке в Десятом Доме, например, то есть там и падение, и экзальтация, тогда по дому будет проще. То есть действовать по дому просто будет быстрее, проще. Я могла бы, конечно, там всё намного сложнее, чем вот я сейчас объясняю, но в рамках эфира это невозможно передать, ну, в полном объёме, как это нужно понимать, это противоречие. Ну, просто для себя пока что отметим, что действовать конкретно по Десятому Дому, то есть по Козерогу, то, что мы сейчас рассказали, будет более легче, достижимо, что ли, да, потому что это, ну, часто связано, также совпадает с выбором самого человека в этом отношении, нежели с обстоятельствами, которые его тянут. Ну, а теперь Марс в Водолее в Одиннадцатом Доме. Для Марса в Козероге день недели, и для Марса в Водолее, и для Марса в Козероге день недели, это суббота, очень эффективный для действия. У меня Марс, у меня в субботу основная лекция всегда, например, с Марсом в Козероге. Вот, а для, ну, и в Одиннадцатом, и в Десятом тоже, то есть это суббота. Если говорить про день, про месяц, когда эффективно, ну, получается больше отдачи, какой-то реализации, то для Козерога и для Водолея это, получается, январь, и Водолей это февраль, ну, то есть два месяца подряд, да, как и у Рака и Льва. Вот, едем дальше. Значит, у нас, значит, Марс получается, если в Водолее или в Одиннадцатом Доме, вся та же ситуация, что с Раком, это полностью противоположно Марсу в Козероге в Десятом Доме, потому что это падение, там, экзальтация, тут падение по двойной системе достоинств. И падение означает, что такой Марс он хорошо делает, когда некому больше, когда вот реально все страдают, все послабели, и ему нужно взять шерство в руки. Такой Марс, он реально начинает быть ответственным, деятельным, активным, энергичным, когда он понимает, что он лидер команды, и от него зависит успех этой команды. И вот тогда он может свернуть, пожалуй, горы. У него действительно есть вот этот классический командный Марс, но при этом он не становится частью команды. Он всегда лидер, если он лидер, у него есть возможность стать лидером в этой команде, или, по крайней мере, сделать так, чтобы его все слушали. Если он не лидер, хотя бы, чтобы все его слушали, прислушивались к нему. Тогда у него есть мотив и желание действовать и продолжать. Если в команде все мнят себя суперсильными, более умными, чем он, более крутыми, чем он и так далее, то желание как бы начинать даже ему не очень интересно. То есть ему интересно быть самым умным, что ли, здесь, да, и самым знающим. Вот, и, ну, например, моя подружка с Марсом в одиннадцатом, она вот очень сильно даже в компании друзей, если она начнет что-то говорить, ну, как бы вот так наставническим достаточно голосом, да, то если кто-то, ну, начнет с ней спорить, у нее прям очень резко испортится настроение, она вообще замкнется и перестанет что-либо делать, и даже приходить, может быть, в эту компанию. То есть эта потребность как бы, ну, это энергию дает, когда тебя слушают и когда ты как бы лидер. Но желание стать лидером у таких Марсов далеко не у всех. То есть, ну, как бы встретить человека, который с Марсом в раке в четвертом или с Марсом в одиннадцатом водолее лидер, и, да, именно по своей воле практически невозможно. Это в желаниях обычно отсутствует, потому что его нужно попросить, он очень гордый, его нужно попросить. Вот, и, возможно, когда он попробует на вкус эту роль, он поймет, что у него лучше всего это получается, и ему захочется делать это снова. Но лидер он такой демократичный, и в том, и в другом случае это человек, который демократ, да, и он постарается сделать так, чтобы всем было комфортно и хорошо под его как бы дирижерством. Вот, и в раке то же самое, то есть попросите помочь, попросите вдали и Марс помочь, и он примчится, он обязательно, поддайтесь ему, поддайтесь, скажите, что вы действительно нуждаетесь в его помощи. Вот, и он такой, соответственно, даст вам право на халяву, то есть и сделает многое, чтобы команда заработала вместе, да. Так что, да, гордые Марсы, падшие, которых надо, ты попросил меня, помните, как этот мам с крестным отцом, ты попросил меня неуважительно, что-то в этом духе. Вот, и в принципе, надо только, конечно же, соглашаться на просьбы не тех друзей, которые вас юзают, а тех, которые действительно верят в то, что вы могли бы им помочь, да, и что не только ему помочь, но и себе тем самым. То есть с друзьями делать какой-то бизнес, круто, я знаю таких Марсов, они реально с друзьями, с теми, с кем, даже у меня там вот сейчас будет преподаватель по синестрии, у нее Марс в Раке, она тоже с друзьями, мы ее попросили, да, она бы сама никогда не сказала, типа, я буду делать, да, мы ее попросили, и им очень важна поддержка, чтобы окружающие, типа, говорили, у тебя все круто, получится, то есть это не тот Марс в экзальтации, которому нужно, типа, доказать кому-то что-то в противости, это падение Марса, он очень ранимый, и поэтому, ну, говорить, что ты там, если ему начнут говорить, что у тебя не получается критиковать и так далее, скорее, лучше он от этого не станет, это точно. Вот, поэтому лучше его, так скажем, поддерживать, если вы хотите, чтобы такой Марс у него что-то получилось, просите его о помощи и поддерживайте, вот, и, соответственно, говорите, что у него все классно. Критика объективная, да, но очень мягко и очень-очень так, знаете, типа, что вы готовы все равно доверить ему какое-то, ну, шерство на ситуации, даже несмотря на то, что где-то он, может быть, оступился, но ничего страшного. Я могу сказать, что такие Марсы, лучший руководитель, это что они становятся друзьями для своей команды, и они становятся действительно, ну, с ними прикольно идти вместе с таким товарищем в первой, в упряжке, да, если он первый в упряжке, с ним прикольно, с ним классно, он действительно помогает всем, он действительно на себя очень много берет, и команда приходит к успеху вместе. Вот. Вот. Да, и с Марсом удалить точно так же. Нужно, как бы, таких детей, да, давать им возможность стать лидером в чем-то, да, попробовать эту роль на вкус, попросить им, попросить их встать у руля, вот, и, соответственно, поддерживать морально, всячески говорить, что у него классно получается и так далее. Вот. Так что я думаю, что, в принципе, главное, чтобы вы не велись на просьбы людей, которые просят вас, и на самом деле они только для себя хотят чего-то, а чтобы вы нашли действительно значимых, ценнейших вас друзей, которые хотят и для себя, и для вас, и чтобы все было круто, и они дали вам возможность порулить и поддерживали вас в этом, и тогда, я думаю, что команда придет к успеху. Вот. Но, что касается вообще простых бытовых мотиваций, Марсу Водолея в 11-м доме прекрасно помогает астрология. Да, такая маленькая реклама. Здорово, если вы, ну, как бы, для себя, да, мотив хороший, заглянуть в гороскоп, спрогнозировать себе хорошее время, и вот в это время начать, то есть найти, научиться элективной астрологии, прогностической астрологии, и составлять себе время для действия. Вот тут, может быть, даже план и подготовка какая-то будет неплохой мотивацией дополнительной для того, чтобы все получилось, у вас была какая-то внутренняя уверенность, что все получится. Кстати, насчет планирования, вот я так и не поняла, честно говоря, пока вам рассказывала, вот я пыталась вспомнить, я каждый раз, когда вам что-то рассказываю, я вспоминаю тысячу примеров в голову у меня приходят, карты, которых я видела и знаю этих людей, и вы знаете, что-то я не помню ни одного Марса, который бы успешно что-то планировал, и ему это было на руку. Ну, Марс в козероге, в принципе, наверное, да. Но я сказать, что мне помогает планирование, ну, когда ты вычеркиваешь из списка то дело, которое ты сделал, оно, конечно, да, наверное, мотивирует в этот момент, но не сильно заставляет действовать. Ну, какие-то дела типа приоритеты, все такое, там, дедлайны, как любой Марс, он, в принципе, хорошо работает, когда там дедлайн, какая-то срочная ситуация, это просто его стихия самого по себе, вне зависимости от знака. Вот, и поэтому у каждого из нас есть такой внутренний спасатель, который в дедлайн может собраться, схватиться и побежать. Вот, но Марс это спонтанная энергия больше, да, такая, поэтому она не терпит особо каких-то серьезных раздумий. Но если сказать, что кого все-таки мотивирует планирование, и кому оно полезно, ну, пожалуй, да, это Марс в козероге, это Марс в водолее, это Марс в раке тоже может быть, то есть какие-то такие для себя тайминг распределить, но это не то, что смотивирует, это поможет просто. Вот, так, нет, для Марса в Скорпионе не конкурентную среду, а наоборот, среду единомышленников. Марс в раке, ретро в девятом, да, нужна поддержка и доверие, да, жду, когда попросят. Так, вот так вот, вы молодцы, спасибо вам за примеры. В принципе, это все, что я хотела рассказать, основное. Так, о, смотрите, у меня комментарии начали писаться. Вот, и если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Ну, я не хотела делать этот эфир долгим, потому что, в принципе, информация всегда лучше запоминается, когда она короткая, но в лекциях, к сожалению, такой роскоши позволить не могу, потому что нам нужно укладываться в целые знания 5 лет в 1 год, а когда такие эфиры, то можно похалтурить. Да, планирование от Сатурна, когда Марс с Сатурном в хорошем аспекте, секстиль или трин, то планирование позитивно сказывается. Вот. Да, все Марсы, мы прошли все Марсы, прошли основную информацию, понятное дело, что она базовая, и если у вас что-то не совпало, ничего страшного, это говорит о том, что это не значит, что астрология не работает, или что из меня так себе астролог, а значит исключительно то, что это вырванный кусок из контекста карты, и нужно смотреть аспектацию, и нужно анализировать более глобальные, серьезные показатели. Марс в рыбах был, все уже прошли. Так, ну, у кого какие-то транзитные перекрестки, у кого Марс находится в кардинальных знаках и попадает под стелиум в козероге, который сейчас образовался, то такие Марсы, да, они находятся в зоне риска, в том плане, что не надо сейчас предпринимать слишком резких движений. Если у вас Марс в весах, Марс в раке или Марс в овне, постарайтесь не торопиться, все обдумывать, вот сейчас для вас то время, когда стоит планировать свои действия, не делать ничего бездумно, и это значит целый год, вообще весь 2020-й не торопитесь никуда, со скоростью будьте максимально осторожны, со злостью, агрессией не имейте дела, обходите стороной, всяких незнакомых мужиков в свою жизнь не пускайте. Ну, то есть, я имею в виду не тех, с кем вы там, ну, вообще даже какие-то новые сексуальные отношения, они вот с таким Марсом сейчас подвержены действительно достаточно непростой атмосфере, вот. Смотрите, конечно, часто по транзитам, если аспект точный, то это в это время и будет опасность основная, не весь год, но если нет, то в целом. Так, далее. Значит, Марс в рыбах в 12-м был, все было. Да, по дому Светлана, но вы можете, допустим, узнать себя и по знаку, но если действовать, то по дому. А если Марс и Сатурн в соединении, планирование хорошо, да. Марс в Скорпионе в первом доме был, благодарю, и вас благодарю. Если Марс в 12-м доме, то образ должен быть обязательно марсианский, как у Шварценеггера. Нет, мы говорили, что образ может быть любой. Правда ли, что Марс в 9 должен делить задачу на маленькие кусочки? Ну, не знаю, что-то я как бы не... Я заметила, что Марс в 9, как и Марс в Близнецах, очень сильно у него отнимает энергию, слишком долгое обучение, слишком долгие какие-то расчеты. Он просто демотивируется. Если вы хотите понять, что у человека забирает энергетический потенциал для осуществления желаемого и тратит его не в то русло, это будет всё тот же знак зодиака Марса и всё тот же дом. То есть только с другого этажа. То есть, грубо говоря, то, что мотивирует... Есть из знака и дома Марса то, что мотивирует на действие, и есть из этого же... Из того же самого знака и дома то, что демотивирует, отнимает силы. Например, там мои подруги с Марсом в Близнецах, это будет тётя. Тётя у неё отнимает силы там, да, потому что, ну, родственница, короче. Вот. И она не чувствует, что она её заряжает. Наоборот, после этого ничего делать не хочется после общения с ней. Хотя в то же время тётя когда-то именно её и устроила на первую работу, которая позволила ей осуществить кучу желаний. То есть это в разные, как бы, периоды жизни может проявляться одно и то же по-разному, как то, что забирает энергию, как то, что даёт. Вот. И как понять, в какое время что происходит, это только прогностика и более глубокие знания астрологии. Но на самом деле иногда и ваше просто чутьё, потому что астрология остаётся много вариативной достаточно, это не наука. Вот. И... Так что да. Спасибо. Если до в конце года, значит, 20-й для нас начнётся с конца. Нет, до 21-го. До 21-го будет довольно напряжённо. Плутон будет гулять по козерогу в одиночестве уже после 21-го. Он будет в одиночку там таскаться, но до 25-го где-то. Так. У меня бывает так, что Марс в экзальтации во Льве, в 10-м. Но это возможно, но это, скорее всего, аспекты. То, что он у вас может как-то проигрываться иначе, это, скорее всего, уже аспектация, и что-то его мешает. Потому что, как вы понимаете, напряжённые аспекты Марса, квадраты оппозиции – это те причины, по которым человек может быть демотивирован. То есть, опять же, что его может как бы подминать под себя и вытаскивать силы тоже, ну, как бы быть порогом для преодоления. Иногда даже соединение так действует. Но конкретные положения, типа там Марс, 0 Венера, 0 Плутона, 0 Меркурия, на асценденте, страны 12-го, вестелиума, позиции к Луне, я трактовать не буду, сорян, без карты это невозможно. Я не вундеркинд, мне нужно видеть карту, и понимать, как это всё выглядит, и кто чем управляет, и что с чем связано. И, сори, это я делаю студентам, могу сделать, как бы, по вторникам, по личным вопросам. Но не так. Правда ли, что Марс в весах спорт парный, может быть, и красивый? Насчёт спорта по Марсу, я могу сказать, что вы можете, конечно, подбирать по нему, но я сколько карт спортсменов не анализировала, очень редко по знаку совпадает спорт, просто очень редко. Намного чаще дом, дом как-то ещё куда не шло, дом Марса. Ну и вообще, первично, конечно, управитель первого, и всё ядро, вот оно больше расскажет об этом. О, хорошо, но слабо брать, да? Да, правильно, Марина, потому что вы мотивируете, вы пытаетесь тем, что должно с Марсом в козероге мотивировать вас. Вы как бы пытаетесь это спроекцировать на мужа, а у мужа-то Марс в рыбах. Вот, а его будет, наоборот, мотивировать как раз-таки энергия, которая вот чем дальше, тем интереснее от него. Так, можно с Марсом в 12-м в коспе с волонтёром? Да, волонтёры везде нужны, это правда. Значит, а если Марс в 12-м доме в 9, 29-й градус, это первый дом уже. Если первый дом тоже в 9, тогда да. Так, соединение Марс с Луной тоже действует негативно, но когда вы хотите проявить Марс, включается Луна, то есть когда вы хотите что-то активно сделать, в вас включается внутренний нытик, который говорит, нет, давай будем бояться, давай попросим помощи, давай кому-нибудь делегируем задачу, потому что страшно, ну или там вообще лень. Может такое быть, но тут, во-первых, тут спонтанно, очень помогает не слушать эту Луну, потому что Луна, если начинаешь думать, она хорошо работает, когда есть какой-то автопилот. Ну, у меня столько было эфиров про Луну, что вы можете посмотреть на канале, как это действует. В общем, единственное, что с ней работает, это не думать, это действует на эмоциях на автопилоте. И в квадрате то же самое. Так, а спектры Марса к натальному действуют одинаково. Одинаково. Так, Марс в Альве в четвертом, то мотивация найти свой дом, ну как одна из мотиваций вполне может быть. Вот. Ну, вот такие дела. Я смотрю, в принципе, вопросы закончились вроде на основные, которые могла в таком формате я ответила. Ну, друзья, я не прощаюсь с вами, потому что мы скоро с вами увидимся в очередном эфире на очередную тему, еще пока не знаю на какую. Я участвую еще в нескольких марафонах. Вот. Поэтому, как всегда, в месяц обычно раза два-три мы с вами видимся. И в январе также еще раз обязательно встретимся. Вот. По какому-нибудь веселому поводу. Вот. Ну что ж, желаю вам хорошего отдыха. И я отвечаю на вопросы в приложении F3, когда есть время. Если у вас есть вопросы, оставляйте его, держится там трое суток. Если после трех суток я на него не ответила, значит, у меня не было просто времени или вопрос ужасно некорректный. Задан, ну, для этого формата слишком сложно. И поэтому, соответственно, может быть пропущено. В целом я всегда стараюсь отвечать, когда есть возможность. Вот. И также хочу отметить, что... Что-что-что я хотела... Астра игра. Астра игра. Сейчас подарки будут разыгрываться. Так что заходите. И астра игра не заканчивается. В начале февраля будет новая тема. Я думаю, что-нибудь про любовь, потому что будет 14 февраля. И спикеры, новые классные астрологи соберутся, чтобы порадовать вас новой информацией. Будем рады вашему участию. И, кстати, тех, кто заказывал нашу книгу про Луну, пожалуйста, не паникуйте. Все придет обязательно. Никого не оставим без книги. Она 31 января будет отправлена. К сожалению, издатель нас немножко подвел со сроками. Но вот уже сегодня закончили с обложкой. Ее уже завтра отдают в печать. И 31 числа она будет всем отправлена, кто ее заказывал. Поэтому не переживайте. Я прошу прощения, что вышла такая задержка. Вот. Розыгрыш. Это в аккаунте Астра. Нижнее подчеркивание. Игра. Для этого надо быть подписанным на всех спикеров. Вот. Ну, что ж. И выполнить все условия. Желаю вам хорошего отдыха. И, кстати, сегодня я договорилась о комнате на конференцию на Кипре. Конференция на Кипре пройдет 15-17 мая. Мы начинаем запускать потихонечку информационные рекламы и все такое. Приезжайте. Это будет очень интересно. Вселенная онлайн. Прошли очень успешно последние конференции в Минске, в Питере, в Москве. В Куче, в Иркутске. И вот, наконец-то, вторая конференция на Кипре. Здесь будет здорово. Я постараюсь организовать для вас классный отдых. Не только саму конференцию, ну, какие-то экскурсии. Так что, welcome. Берите билеты с 15-го по 17-го с сама конференция. А потом еще несколько дней в запасе для того, чтобы поездить по классным местам. Вот. А насчет обучения. Обучение у нас стартует новый поток. Стартует осенью. 2020-го года. То есть, осенью этого года. Если вы хотите присоединиться к текущему потоку, то вы можете это сделать. Напишите мне в директ. Я объясню, как. Но это дороже, чем начинать с нуля. И, соответственно, больше догонять придется. Ну, в принципе, у нас не надо никого догонять. Вы можете учиться в любом удобном режиме. Вот. И так же у нас в феврале, для тех, кто совсем новичок в астрологии, то есть вообще ничего в ней не понимает и очень с большим трудом понимает меня, но ему очень интересно и очень хочется погрузиться в этот мир, то я рекомендую курсы моей выпускницы и моей коллеги. Она также выпускница Левина, которая в феврале, 15 февраля стартует курс для совсем начинающих. То есть, ну, профессионально продвинутым там точно ловить нечего, потому что у них, им может быть интересно у меня на курсе, потому что там что-то новое, но совсем-совсем новичкам им намного проще будет потом проходить мой курс, если они 15 февраля сходят, поучатся у Яны. Вот. И кому интересно этот курс, пишите. Он длится 5 месяцев, 5-6 месяцев. И он очень лайтовый, уроки 2-3, там 3 часа, 4 часа раз в неделю, без всяких перегибов, то есть посекундочку астрология будет входить в вашу жизнь нежно. А на нашем курсе она входит достаточно так. Но это зависит от ваших предпочтений, то есть, если вы хотите, как бы, тем более вам нечем заняться, и вам интересно, так скажем, это время провести с пользой, с толком до начала нашего потока, то welcome 15 февраля будет курс «Основы астрологии», подготавливающий к нашему курсу, и дальше вы сможете решить для себя вообще, стоит ли вам этим заниматься за этот курс, да, и надо ли идти куда-то глубже и так далее. Вот. В общем, в принципе, желаю вам хорошо отдохнуть, ну и плюс я собираюсь записать, в течение этого года у меня есть план, я хочу записать азбуку, ну не то, что азбуку астролога, это есть уже у моего коллеги, ну примерно то же самое, но не то же самое, то есть цикл уроков для совсем начинающих совершенно бесплатный, с домашними заданиями, но если им нужна провелка этих домашних заданий, то куратору, да, придется заплатить денежку, но если не нужна, то можно посмотреть эти уроки, будет бесплатно, и опять же узнать совсем основы, ну как-то вот в таком формате, но это будет скорее всего к концу 2020-го, вот, длится для новичков 5-6 месяцев, оплата такая же, как у нас, 4-500 рублей в месяц, вот, и оплата для следующего года, далее нового потока 6-го, у нас расти не будет тоже, тоже, ну я думаю, что никаких в принципе пока экстренных ситуаций не возникало на рынке с подорожанием доллара, если доллар не скакнет, ничего там не скакнет сильно, то в принципе цена и для 6-го потока будет 4-500 в месяц, то есть повышаться она не будет, скорее всего, вот, но пока обещать ничего не стану. Так, книги я сама писать обязательно, обязательно планирую, всегда это для меня самое больное место, потому что мне легко написать статью, и всегда сложно сделать, что я хочу сделать качественно, а качественно это значит очень много времени, вот, мне сборники статей, как книга о луне, это как бы не совсем книга, да, поэтому это сборник статей, а вот книга, книга, это действительно труд, и я хочу очень этим заняться, планирую, но не знаю, когда точно, я буду стараться, может быть, в этом году хоть что-нибудь, хоть начать ползти в эту сторону, я не знаю, да, вот, мне просто надо выбрать тему, на которую писать, то, что если я начну писать обо всем, то это получится 10-томник, и я никогда его не закончу, вот, надо что-то очень по луже выбрать, вот, так что все впереди, ну, в общем, да, друзья, жду вас, наше основное обучение, оно идет год, да, оно начинается осенью, это годовое, да, вот, ну что же, друзья, увидимся, статьи, буду рад вашим комментариям, лайком, подписком, для меня это главная мотивация что-то делать и продолжать делать, ваше внимание ко мне, спасибо вам огромное,